Всем привет дорогие друзья! Сегодня россиянин муслим Гаджи Магомедов вышел в финал в весовой категории до 91 килограмма в рамках олимпийского турнира по боксу на Олимпиаде в Токио, где скорее всего встретятся с кубинцем Хулио Сезаром Лакрусом. Сегодня разбираем его полуфинальный бой, вы смотрите ProBox с Вадимом Гринихом, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем, поехали! Итак, давайте для начала пройдемся по раундам, начался поединок довольно-таки резво, сразу же в первой же атаке муслим промахнулся, новозеландец попал, затем, наверное, в первые 30 секунд была видна такая нервозность, ну такая размашистость, наверное, в некоторых его действиях, да? И он пропускал необязательные удары, и новозеландцу удалось навязать свой рисунок, заставить муслима с ним драться, обмениваться жесткими тяжелыми ударами, хотя по идее муслим спокойно мог боксировать с ним на технике, на ногах, но не получалось. О чем, собственно говоря, ему и сказали в перерыве в первом раунде в его углу, да, его тренеры, что как бы муслим сбавь обороты, не нужно с ним драться, нужно боксировать на технику. И вот самое интересное, что в первом раунде мне бросилось в глаза то, что новозеландца хватило ровно на 2 минуты, и впоследствии это количество, ну по выносливости имеется в виду, по функционалу, это временной отрезок, на который хватало новозеландца, он будет все сокращаться и сокращаться. Вот в первые 2 минуты он еще как-то более-менее конкурентно выглядел, да, попадал в свои удары, даже вот там в одном из разменов муслим практически ничего не попал, новозеландец донес кучу своих ударов. А потом вот, начиная вот с последней минуты первого раунда, муслим прям, ну забрал концовку, реально попал очень много своих атак, очень многие атаки были результативными, и собственно говоря, практически все судьи отдали ему этот раунд. Я, собственно говоря, тоже. Во втором раунде, да, мы уже разобрались, что ему нужно было корректировать свои действия, и собственно говоря, это и произошло. Но, по сравнению с первым раундом, новозеландца в этот раз хватило на минуту 30, то есть в минуту 30 он еще чего-то там доносил какие-то свои удары, да, у него что-то более-менее получалось, а потом в оставшиеся полторы минуты, опять же, его не было видно в ринге, то есть муслим практически хозяйничал, да. Хочу сказать, что в принципе новозеландец вместе со своей командой здорово разобрали действия муслима, так, например, в одном из эпизодов первом раунде, когда муслим атаковал соперника джебом в корпус, новозеландец очень зряче пробил с правой, да, ну то есть такой сверху правый кросс был очень хороший, и очень было видно, что плотно он попал. Наверняка была такая домашняя заготовка перед полуфиналом, но один момент они не учли по функционалу, то есть вот по функционалу муслиму удалось свой темп держать от начала и до самого конца, и он этим темпом просто соперника задавил, не дал ему ничего сделать, соперник не выдержал, грубо говоря, этот темп. И в третьем раунде его хватило уже не на полторы минуты, а всего лишь на минуту, и дальше, ну то есть опять же, локальные какие-то успехи в третьем раунде, и собственно говоря, дальше, вот оставшиеся две минуты, он практически ничего и не смог донести там такого серьезного. Мне кажется, как бы второй и третий раунд опять же ушли муслиму. Вывод какой можно сделать по этому поединку? Муслим пропустил в начале боя, да, из-за стартового мандража, наверное, там, или еще из-за каких-либо других причин, недостаточного недонастроя, да, на полуфинал, пропустил необязательные удары. Плюс, ну соперник, наверное, скажем так, был, наверное, не самым удобным, все-таки, ну, добрался до полуфинала. Я думаю, что, в принципе, у новозеландцев, профессионалов в этом весе будут достаточно хорошие и интересные перспективы, потому что видно, что он такой бьющий, даже вот просто по звуку ударов, если послушать, как он попадает, да, когда кулак его достигает цели, видно, что он парень бьющий. И, в принципе, мне кажется, в профи у него будет хорошее будущее. По функционалу, единственный момент, что он не смог выдержать весь рисунок от начала и до конца, да, то есть реализовать полностью свой рисунок. Иначе было бы действительно тревожно. Из минусов, что я еще хотел бы отметить? Ну, опять же, размашистость. То есть левые боковые у Муслима были такие очень размашистые. И вот если, допустим, перенести вот эти размашистые боковые удары на поединок, на финальный поединок с Хулио Сезаром Лакрусом, да, который, я вот, ну, наверное, 90% уверен, что выйдет в финал и нас ждет кубинско-российское дерби, то он эти удары будет видеть еще вот на момент того, когда Муслим о них только подумает, а не соберется наносить, да, или, точнее, начнет наносить. Он еще только подумает, а уже кубинец будет понимать, что сейчас это пойдет от левой боковой. И если, как бы, не сократить его амплитуду этого удара, то будет тяжеловато его наносить. Но, опять же, вот в этом полуфинальном бою очень здорово работали двойные боковые, то есть если первым он промахивался, он вторым добавлял очень здорово. Этот элемент, мне кажется, стоит оставить на, опять же, на финал. Он будет работать, наверняка. На ногах в этот раз Муслим был менее подвижен по сравнению с тем же четвертьфинальным поединком. То есть здесь он больше уперся, старался, как бы, доносить такие тяжелые тоже силовые удары. Но, видимо, я так думаю, что он на пропускал вначале, завелся, да, и вот захотелось ему подраться, то есть перебить. Этого ни в коем случае не нужно делать. Нужно делать свое, стараться держать свой собственный рисунок, да, и навязывать противнику свое видение боя. Прогноз на финал какой? Если выйдет кубинец, будет невероятно сложно. Потому что кубинец это вот как раз из той серии, самой серии, как я называю, Борис хрен попадешь. Потому что в него реально хрен попадешь. Он до этого чемпионил в категории до 81 килограмма. Там, если вы помните, если смотрели, по-моему, четвертьфинальный поединок или полуфинальный поединок, где Бигзат Нурдаулетов очень здорово попал и отправил его в нокдаун. Вот, я так думаю, что, скорее всего, там он замедлился. Вот небольшие такие, да, вот как бы, миллисекундные отставания, да, в реакции имеется в виду, в реагировании на удары. И все, и он начал падать, его ребята стали в 81 ронять. Вот в 91 килограмм его этой скорости, вот в данный момент его формы, да, его скорости, его реакции, ему хватает для того, чтобы спокойно уворачиваться и перебивать всех своих оппонентов. Поэтому Муслиму нужно быть предельно внимательным, не вестись на рисунок кубинца, да, навязывать свое, ну и будем все ждать победы. Вы смотрели обзор полуфинального поединка Муслима Гаджи Магомедова на Олимпийских играх в Токио. Если этот разбор вам понравился, ставьте большие пальцы вверх, не забывайте подписываться на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, ну и всех буду рад видеть в следующем видео. Надеюсь, что будем обсуждать золотой поединок Муслима Гаджи Магомедова. Всем до скорого, пока! Субтитры сделал DimaTorzok